Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Именно эти слова из всеми любимой песни Юрия Висбора стали пророческими и сильно отсрочили встречу туристов, которые каждый год приезжали петь песни у костра и жить в палатках в одной из красивейших мест Самарской области, на поляну у Мострюковских озер. А разлучила романтиков с гитарами пандемия на Грушинский фестиваль не забыли. Участники крупнейшего бардовского опен-эйра страны истосковались по янтарным соснам, головокружительным изгибам Жигулевских гор, и самое главное, они пронесли любовь к творчеству и друг другу через три долгих года. Но спустя время это чувство стало только крепче. В четверг на поляне Мострюковских озер прошло открытие предъюбилейного 49-го Грушинского фестиваля в традиционном живом формате. Одним из первых на сцену вышел бард из северной столицы нашей родины Вячеслав Ковалев. Взаги пеплу наших улиц, опять-опять, товарищ мой, Скворцы пропавшие вернулись Скворцы пропавшие вернулись Скворцы пропавшие вернулись И решены пошли домой Сегодня будет очень необычный концерт, который, вот лично у меня, который мы согласовали с руководством фестиваля. Концерт будет называться «Нам нужна одна победа», где я вот лично за полчаса не спою ни одной своей песни, но мы будем вместе со зрителями петь песни, которые, ну, как мне кажется, идентифицируют нас. Поляна на Мострюковских озерах – место удивительное не только по своей красоте, но и по неповторимой атмосфере, которую можно прочувствовать и пропустить через себя, только находясь в моменте. Здесь встречаются абсолютно разные, но очень добрые, открытые миру люди. Прогуливаясь по палаточным городкам, вы обязательно познакомитесь с неординарными туристами. Так случилось и с нашей съемочной группой. Олег Лемон приехал в Самарскую область из жаркого и гостеприимного Сочи, расширив географию фестиваля «До южных границ». Музыкант с большим удовольствием откликнулся на нашу просьбу спеть романтическую песню. Сцену выбирать не пришлось. Мужчина дал маленький концерт на камеру прямо в зарослях на берегу озера. В фестивале имени Валерия Грушина невозможно представить беспалаточных городков. За несколько десятилетий люди приспособились к жизни под открытым небом. Проявляя смекалку и изобретательность, они смогли полностью обустроить комфортный быт на природе. Для бывалых туристов баня в палатке уже не является чем-то удивительным и выходящим за рамки понимания. Для путешественников-первоходов такое ноу-хау в диковинку. «Туристы, которые приехали на Грушинский фестиваль к открытию, говорили о разном. Размышляли о высоком, травили байки, анекдоты, делились новостями друг с другом, спорили о музыке. Но неизменным в их словах было одно. Все безумно соскучились, ведь фестиваль бардовской песни – это не клуб по интересам, а одна большая и дружная семья». «Купол добра как бы над поляной находится, и люди в этом измерении прекрасно себя чувствуют». «Грушу изменить никак нельзя, ее можно только любить. Я приезжаю из Петербурга каждый год, уже 25-й год. Мы стояли на острове Копылова, например». «Наконец-то. Приехали и радовались то, что наконец-то нас сюда пустили». «Вы соскучились по Грушинскому фестивалю?» «Боже мой, безумно. Веришь, нет? Спал и видел. Вот прийти бы на Грушинский фестиваль. Вот это вот все, вот это вот. Ну вообще приятные ощущения. Люди все добрые, как обычно, доброжелательные, все рады друг друга видеть». «Два года не было, мы делали свою мини-грушу с ребятами, выезжали просто на природу, там 10-20 человек и праздновали, но здесь все-таки будет веселее концерт и все остальное». «Сейчас Грушинский фестиваль продолжается. Уже сегодня вечером на главную площадку выйдет легендарный музыкант Олег Митяев, а в ночь субботы на воскресенье к берегу горы причелит гитара, на которой пройдет заключительный галоконцерт. Для зрителей споют лауреаты и звезды жанра авторской песни. А небо над Мострюковскими озерами будет сиять тысячами огней фонариков мобильных телефонов, отражаясь в прозрачной воде». Анатолий Головко, Александр Гусева, Константин Головин. События.